Добрый день! В ближайшие 40 минут о важном, что происходило в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Усиление по кадрам и технике. В республиканской больнице открылось отделение, в котором впервые будут делать сложные операции на сосуды. Для этого власти закупили дорогой аппарат и переманили специалисты из Красноярска. Федеральные объекты на контроле. Виктор Зимин дал новые поручения по работам на главных стройках Хакасии. Как приставы справляются с валом дел по банковским кредитам и какие меры к должникам наиболее действенны, об этом расскажет эксперт программы главный судебный пристав Хакасии Иван Конгаров. Аскизу требуется новая территория. Три года назад село расширило границы, но этого не хватило всем желающим получить участок для строительства дома. Улица Героев появилась в селе Зеленое, а их портрет виден всем издалека. Потомки братьев Барахтаевых довели до конца дела, начатое 15 лет назад. Она и сегодня будоражит умы современников. Агафья Лыкова стала героиней фильма, который сняли документалисты из Великобритании. Хакасия сделала еще один шаг в борьбе с болезнями сердца и сосудов. Именно они главная причина смертности в России и во всем мире. В республиканской больнице завершили формирование регионального сосудистого центра. А именно там открылось новое отделение, в котором смогут оперировать даже тех тяжелобольных, кому противопоказаны хирургические вмешательства. Это так называемая эндоваскулярная хирургия. Нет никаких разрезов, только прокола на коже. Как медикам удалось добиться такого прогресса, смотрите далее. В республиканской больнице имени Ремешевской сегодня праздник. Завершен очередной этап модернизации. Официально открыт региональный сосудистый центр. К этому событию ушли несколько лет. Полтора года поэтапно вводили в эксплуатацию отделение интенсивной терапии, реабилитации, нейрохирургии. И вот сегодня одно из самых значимых – эндоваскулярной хирургии. Экскурсию проводит его руководитель, врач высшей категории с непривычной для Хакасии специальностью рентгенно-эндоваскулярный хирург. Вот наша операционная. То есть, как правило, это пациенты острые, с острым инфарктом миокамбе. А чтобы снизить смерть, мы должны непосредственно, когда человек заболел, сразу же вмешаться в это, сразу же ему помочь. И тем самым мы предотвратим эти необратимые последствия, которые будут развиваться, если мы затянем. Процедура может длиться от 15 минут до нескольких часов. Предварительно с помощью рентгенаппарата ангиографа у пациента выявляется пораженный сосуд, затем вводится тонкий жгут, который, достигнув проблемного участка, оперирует его. Для таких миниатюрных инструментов не возникнет проблемы проникнуть в любую часть тела. Весь процесс при этом отражается на мониторах. Операции проходят все под местной анестезией, без всякого наркоза. Пациенты в сознании, они разговаривают, можно беседовать с ними. То есть иногда даже при наших операциях нужен, чтобы пациент был в сознании. Приобрели ангиограф за счет федеральных средств. Обошелся аппарат в 32 с лишним миллиона рублей. На дополнительное оборудование и реконструкцию помещения под него 8 миллионов выделил республиканский бюджет. Не только оборудование все решает. Большую роль играет и коллектив. Что важно, у нас весь медицинский персонал прошел обучение по программе работы в сосудистых центрах на базах Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы. Под руководством Александра Ковалева оперировать будут еще два врача. Всего же в штате отделения пока 12 сотрудников. Как только установится основной режим работы, в 4 смены круглосуточно, число специалистов увеличится до 32. Первая операция на сосудах намечена уже на следующую неделю. Всего до конца 2015-го здесь пролечат 100 пациентов. В планах же в год оперировать в разы больше. Так только в прошлом году из Хакасии в крупные сосудистые центры страны было направлено 900 человек. Теперь же уезжать далеко от дома не придется. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. В скором времени медицина усилится еще более грандиозным приобретением. Заканчивается строительство лечебного корпуса республиканской больницы. Несмотря на то, что все силы республика бросила на стройку для погорельцев. Помимо этого правительство держит под контролем работу на Краевическом музее и перинатальном центре. Все эти учреждения беспрецедентны для Хакасии. И их появление стало возможным благодаря работе правительства, которое смогло убедить федеральный центр в необходимости строительства данных объектов. Ждать окончания работы осталось немного. Так, лечебный корпус республиканской больницы власти обещают достроить до конца года. А уже потом начнется работа по оснащению корпуса медоборудованием. До конца октября будет полностью выполнено также благоустройство. Давайте в конце октября посмотрим. Хорошо, Виктор Михайлович. Хорошо, переговорим. Я хочу встретиться со строителями, понять их чаяния и нужды. Во всяком случае, если мы раньше где-то говорили, что давайте, давайте, надо спешить, они в графике сейчас, да? Да. Ну давайте так, и мы будем честны. В той части, что надо с их плеч эксплуатацию здания забирать при вводе. Ясно. Если, Ваня, закончили все строительно-монтажные работы, мы эксплуатацию здания должны забрать на себя. Эксплуатируя и начиняя ее оборудование постепенно, это уже наша задача. А вот на другом медучреждении обстановка сложнее. Перинатальный центр строится с отставанием от графика. Рабочим не один месяц задерживали зарплату и не было денег на покупку стройматериалов. В итоге Минстроя Хакасии был вынужден сменить генерального подрядчика, который, тем не менее, продолжит работу, пока не определится новая компания. Виктор Зимин одобрил это решение. Надо поблагодарить за одно, за то, что не хватило мужества признаться, что им тяжело. Компания маленькая, назовем, лихорадит. Они набрались честности, смелости, сказали, что нам сложно. Они понимают, что для нас также этот объект стратегический, и возможностей по продлению сроков на него нет и не будет. В течение месяца надо эту проблему снять. Также власти держат на контроле строительство нового здания Краеведческого музея. Там все идет по плану. На объекте завершаются бетонные работы, после чего строители приступят к отделке фасада. Проект поддержан на самом высоком уровне, благодаря чему республика получит помощь из федерального бюджета. Объект по своему политическому состоянию, он, наверное, главный в Министерстве культуры, отчасти на сегодняшний день. За Уралом это 100%. Он будет привлекать к себе всех тех, кто точно пересек за Урале. И президент поддержал нас, дав указания еще на 400 миллионов. Но нет у нас своих денег сегодня. Чужой республики, 400 миллионов нужно все сделать для того, чтобы нам помогли с федерального центра на окончание объекта. И бы очень хотелось, чтобы мы сроки не срывали. Хорошо. Глава Хакасии также обратил особое внимание на эксплуатацию здания. По его мнению, новый музей должен окупать затраты на свое содержание. А лучше, если он будет приносить доход бюджету. Село Подсиние осталось без музыкальной школы. В ночь со среды на четверг в ней случился сильный пожар. Теперь находиться в здании невозможно. Служба 01 боролась со стихией всю ночь, но удалось отстоять лишь часть помещений. Возможных причин возгорания немало. Здание деревянное, построено полвека назад. Кроме того, в последнюю проверку Пошнадзор обнаружил там около десятка нарушений правил пожарной безопасности. Местные жители уверены в том, что если бы огонь заметили вовремя, школу удалось бы спасти. Но в учреждении из соображения экономии сократили сторожа. Ночью там никого нет, поэтому пожар жители Подсинего заметили слишком поздно, когда внутри все уже горело. Почему же не сработала сигнализация, еще предстоит выяснить. Ну а районные власти уже решили, где будут учиться дети. Понятно, что дети не смогут здесь заниматься. Мы уже определили, что часть детей будут заниматься в Доме культуры, часть детей будут в средней школе. Аскизу требуется новая земля. В районном центре разобраны все участки, тогда как очередь из желающих получить на дел только растет. За последние семь лет в селе появилось четыре новых микрорайона. Но сегодня власти аскиза вновь думают о расширении. Было бы где строиться, а остальное мелочи. Так считает глава молодой семьи Андрей Конзычаков. В прошлом году ему как учителю выделили 15 соток. Несмотря на то, что район неблагоустроенный и редко кто начал огораживаться, Андрей решил не откладывать дело в долгий ящик. С помощью отца, двоюродных братьев и другой родни он за весной и лето построил дом под крышу. Будучи студентом, закончил педагогический институт в городе Новокузнецкий. Ну и как бы решил вернуться сюда, на родину. И сразу устроился на работу в Аскизскую среднюю школу, учителем физкультуры. Вопрос о жиле уже стоял изначально. Работы еще много. Внутренняя отделка полностью, отопление, электроэнергия. Ну, как бы, я надеюсь, что следующий год, максимум два года. Четвертый микрорайон находится справа от трассы Наташты. Участки здесь получили льготники, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, молодые семьи и молодые специалисты. Для их комфорта здесь также предусмотрено место для школы, детского сада, котельной, рынка и даже стадиона с парком. Правда, конкретные сроки не называются. Все будет зависеть от возможности муниципалитета. Главное сейчас обеспечить район светом и дорогами, как это сделано на улицах по соседству. Третий микрорайон – яркий пример того, как грамотный подход государства способствует строительству. Участки здесь начали выдавать в 2008-2010 годах. При этом власти смогли оперативно решить вопрос с энергоснабжением. И как только свет здесь появился, массив довольно быстро застроился. Всего за последние годы в Аскизе появилось 4 микрорайона. Это около 500 участков как для льготников, так и для обычных сельчан. Ввиду того, что переехать в райцентр стремятся жители других деревень, очередь за землей не уменьшается. Так как в центре Аскиза свободной территории нет, а рыночные цены доходят до 800-900 тысяч за 15 соток, людям проще получать наделы на окраинах села. Последний раз границы райцентра расширяли три года назад. Теперь этот вопрос снова актуален. Со всех сторон, как в Аскиз заезжаешь, у нас везде получаются эти земли. Они уже практически все распределены. И на сегодня у нас, наверное, в районе тысячи человек, которые еще до сих пор нуждаются в получении земли, земельных участков, и они сегодня готовы строиться. И я уверена, что большинство из них имеет возможность строиться, но практически пока у нас земли нет. И поэтому я думаю, что мы сейчас будем проводить работу уже на перспективу, как нам дальше выстраивать свою работу для того, чтобы всех желающих обеспечить земельными участками. Так как все больше народа стекается в райцентр, растет и социальная нагрузка на него. Местная администрация ставит вопрос о справедливом распределении средств Дорожного муниципального фонда. Сейчас растущие потребности села практически не учитываются, а это тормозит решение проблем по строительству и ремонту дорог. В Аскизе надеются, что несмотря на экономические трудности, большая стройка здесь не остановится, а только станет подспорьем для дальнейшего развития села. Марина Конодакова, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия, События недели. Служба судебных приставов претерпела сокращение штатов на 10%, а вот нагрузка на нее только растет. Среди должников немало тех, кто взял кредит, но не торопится возвращать деньги. Как судоисполнители работают с такими делами? Моей коллеге Наталье Чудиной рассказал руководитель Республиканского управления службы Иван Конгаров. Сейчас кризис, как все мы знаем, да? И растет ли в связи с этим число производств по банковским кредитам? Совершенно верно. Констатировал факт, что где-то на 20% увеличение количества исполнительных производств, именно взыскания в пользу банковской системы. Ну и проблема, конечно, начинается в том, что в целом население стало уменьшаться, вот именно доходная часть, может это связано с традиционными какими-то проблемами, может быть то, что у нас становится меньше, наверное, мест для работы, сокращения. И в этом году, наверное, как уже известно, что и наша служба коснулась сокращения где-то на 10%. Поэтому все это, конечно, сказывается. Ваше ведомство активно использует такую меру, как временное ограничение права выезда за пределы России. В этом году сколько граждан удалось оставить в стране, так сказать? Если мы в том году где-то 6900 мы ограничили по 9 месяцам 2014 года, в этом году мы уже ограничили 7300. То есть, да, количество растет. Ну, наверное, мы и чаще будем, наверное, применять такую меру. С каждым годом все больше и больше, потому что у нас возникает возможность уже более, наверное, оперативно каждому исполнительному производству больше уделить внимание. То есть это та же самая электроника, соответственно. Еще один такой вопрос, который касается многих, это списание денежных средств с банковских счетов граждан. Люди порой возмущены этим очень сильно. Вообще, насколько данные действия правомерны и когда вот с карточек нельзя списывать деньги? Все это предусмотрено нашим федеральным законам о бесплатной производстве. Нарушений здесь никаких нет. Есть, конечно, у нас сказывается, когда мы обращаем заискание на денежные средства должников, которые, как мы можем сказать, иммунитетные, что там те же самые по потере кормительца, ну и так далее, и так далее. Есть доходы, которые мы не имеем права обращать заискание. Даже здесь эта проблема не в службе судных приставов, а чаще всего это проблема в самом должнике. Когда мы возбуждаем исполнопроизводство, мы по почте направляем постановление возбуждения, где четко приписано, что вы можете быть ограничены в праве выезда, возможно, что у нас право есть, что судейный пристав придет и арестует имущество. И дабы не избежать вот этих проблем, мы предлагаем, чтобы должник сам пришел в суде на пристав и пояснил, что есть расчетный счет, соответственно, на этот расчетный счет у него, вернее, заработная плата поступает, но в том числе и денежные средства, например, которые иммунитетные называют. Это его право и даже обязанность перед судебным приставы исполнителем. Но вы, наверное, прекрасно понимаете, что у нас должники или от лени, или просто от нежеланий не сообщают расчетные счета и тем более сущность денежных средств, поступающих на расчетные счета. Когда мы начинаем разбираться, в большинстве случаев вот такая картина происходит. Судейный пристав, он же не телепат, соответственно, не может в голову залезть кому-то и выяснить, какие денежные средства поступают. Даже банк не знает, какие расчетные счета, или расчетные счета он знает, но какая сущность денежных средств поступает, не всегда банк знает об этом. Поэтому мы пытались ввести вот эти три года с банковским сообществом и все-таки меры предпринимать, чтобы службы основных пристав ограничить, чтобы мы не нарушали права должников. Однако, опять же, в рассуждениях с банковской системой банкиры говорят о том, что они сами иной порой не знают, на какие денежные средства поступают на расчетный счет. Мы все понимаем, что бывают и жизненные трудности. Вообще, случается так, что вы идете на встречу должникам? Мы не предоставляем никаких рассрочек, а строчек. Однако, жизнь показывает так, что при встрече с службой судебных приставов судебный пристав получает информацию, опять же, в диалоге, то, что зачем идти должнику, например, на рассрочку, если он говорит, что давайте я в течение месяца, или двух, и заработную плату вы мне будете, во-первых, списывать, возможно, что-то подработаю, получу какие-то денежные средства, и принесу вам лично. Ну, конечно, судя на пресс-садивую же, он из какие-то, как сказать, копии ломать, что ли, да, или переусердствовать. Если идет такой диалог, это нормальный диалог, да, все жизненные ситуации бывают. Ну, вот так вот официально, в законе об исполненной производстве, чтобы отдавать рассрочки, там, на, как говорится, вообще любые же рассрочки, судебный пристав исполнитель не имеет. Это все только перерогатива суда. В эфире «Вести Хакасия» события недели, и мы продолжаем. На этой неделе депутаты Верховного Совета оценили качество домов для погорельцев в Аджиникидзовском районе. Эти и другие новости из жизни парламента расскажет Константин Кравцов. Ход восстановления жилья для погорельцев остается важнейшей темой в повестке работы Верховного Совета. Накануне глава экономического комитета Валерий Меншаков и руководитель жилинспекции Максим Виноградов оценили стройки в Аджиникидзовском и Ширинском районах. В Копьево, Кагаево и Кожухово возведено порядка 300 домов. Качество строительства и темпы строительства в такой короткий срок, и сам дизайн жилья очень впечатляет. То есть строители еще не разучились строить. Очень хорошо. Современные материалы, все дома подключены к водопроводу, чего на деревне отродясь не было коммуникации. Отопление с помощью энергосберегающих котлов. Со стороны качество действительно не вызывает вопросов. Остается надеяться, что скрытые огрехи не обнаружат и зимние морозы. Люди в основном довольны. Если есть обращения какие-то, это только чисто мелочные вопросы. И чисто в моем понимании, что 90% людей раньше не проживало в таких комфортных условиях, как будут жить сегодня. По условиям контракта, заключенного с генеральным подрядчиком, помимо жилья в двух селах Арджентийцевского района, Кожухово и Кагаево, построены школы и фельдшерско-акушерские пункты. Например, в Кагаево в одном здании плюс и детсад, и учительский дом. То здание у нас не маленькое было, оно у нас большое было. Только что деревянное. И класс там у нас по площади он больше был. Но тем не менее, детям здесь нравится, здесь много нового, много необычного, чего у нас там в той школе не было. Вы вечером приезжаете, посмотрите, какая наша школа красивая в вечерних условиях. Фонарики сами загораются, прям посмотришь, как в городе. В то же время контроль качества строительства ведется и на уровне власти республики. В соответствии о жилых помещениях всем необходимым требованием оценивают специалисты Государственной жилищной инспекции Хакасии. По осмотру, без использования инструментального метода, конечно же, мы можем сказать, что дома, жилые дома возведенные, соответствуют основным требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям. Сегодня Орджоникидзевский район ставят в пример другим. Все построено в сроки, да и люди в большинстве довольны. Впрочем, на встрече с подрядчиками Валерий Меншаков услышал и о проблемах, касающихся в первую очередь власти на местах. Есть, конечно, и вопросы. Вопросы, как обычно, заказчикам, потому что строители в Баране, строят на свой страх и риск, вкладывают деньги. Не решены вопросы по социальному жилью, как будет финансирование. Не решены вопросы по водопроводу, каким образом будет все это оплачено. Не решены вопросы по благоустройству, по дорогам, потому что дом стоит, подойти к нему невозможно сегодня. Осень, грязь и глина. Более подробный отчет о ликвидации последствий пожаров депутаты намерены заслушать на очередной сессии 28 октября. Этой теме будет посвящен правительственный час, вероятно, с выступлением главы региона. То, насколько многогранна деятельность депутатов, минувшая неделя показала наглядно. Зампредседателя Верховного Совета Юрий Шпигальских посетил Абазинский детдом. Тут не весело как-то. Чего ты? А где улыбка? У вас другое. 26 детей, и никто не остался без подарка. Он как волшебник в голубом вертолете. Юрий Шпигальских многие годы здесь частый гость. Шефство над детдомом в Абазе держит партия «Единая Россия». На Новый год детям всегда сладости, перед школой подарки. Сегодня вот решено отметить единый день рождения каждого воспитанника. Большая дружная семья. Мы очень рады. Отлично все. Спасибо большое, что приехали к нам сюда. Не забывайте о нас. Мне нравится, что вообще о детском доме заботится. Кто-то принимает участие в жизни. Как отметил Юрий Шпигальских, подарки детворе – лишь малый штрих. Самый отдаленный от республиканского центра детдом, похоже, самый везучий. Расшество над ним взяли парламентарии. Очень внимательно следим в целом за ситуацией. Как финансируются, какие ремонты делаются. И при необходимости совместно с правительством республики, как если у нас такая возможность есть, мы эти вопросы решаем. Мы ставим эти вопросы. Но, вы сами понимаете, при принятии бюджета мы, конечно, на это обращаем внимание. Поэтому быть подшерфными в такой категории, как депутаты Верховного Света, я думаю, что это нормально. Кто хочет, тот добьется поставленной цели. Василий Барахтаев, сын участника войны, 15 лет добивался присвоения имени своего отца и его братьев одной из улиц Абакана, но безуспешно. Хотя семья Барахтаевых достойна уважения. В ней было 9 сыновей, и каждый внес вклад в Великую Победу. О том, кто не остался равнодушен к памяти фронтовиков, в следующем материале. О каждом из братьев Барахтаевых можно написать книгу. Старший Константин – труженик тыла. Он разводил лошадей для фронта. Близнецы – Егор и Тимофей – танкисты. Погибли, защищая Ленинград. А Матвей Барахтаев участвовал в союзнической операции с французами Нормандия и Неман. Самый младший, Иван, на фронт ушел сразу, как только исполнилось 18 лет. Служил на флоте. Он был моряк Балтийского флота. Закончил войну в Кенгсберге. Потом, вдавался после войны, поднимал аврору, корабли затопленные. Там многие из них. Но это еще мечта моего отца при жизни. Он все хотел назвать улицу в честь своих братьев. И в честь себя. Получается так, что после его смерти, прошло два года уже, и мечта сбылась. Еще четыре двоюродных брата Барахтаевых с войны так и не вернулись. Родным героев понадобилось 15 лет, чтобы добиться разрешения и назвать одну из улиц республики именем братьев-воинов. И увековечить подвиг. В Абакане в просьбе отказали, а в Зеленом решение приняли за пару месяцев. Я вынесли такое постановление. Постановление 30 марта этого года о том, что одну из улиц номерных присвоить имя братьев Барахтаевых. Приезжаю, говорю, так и так в администрацию. Он говорит, да, все нормально, решение есть. Улица есть. Езжайте, смотрите. Мы на карте нашли, посмотрели. Приехал, посмотрел. Да, действительно, улица есть. Теперь на въезде улицы Барахтаевых висит большой плакат с изображением четырех братьев. Танкисты, близнецы, пилот, бомбардировщика и моряк. А новые дома, пока их здесь только четыре, получили именные таблички. Мария Добрынина, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. События недели. А сейчас предлагаю вспомнить несколько дат из истории советской Хакасии с помощью архива нашей густелерадиокомпании. Вот какие октябрьские кадры разных годов мы в нем нашли. 40 лет назад состоялось событие, старше одной из вех в истории Сайна-Шушинской ГЭС. В Карловом створе был перекрыт Енисей. Этому предшествовали 7 лет работы по строительству котлована первой очереди и перемычек, а также основание плотины. Когда будет момент перекрытия, знали все вокруг. И тот день, 11 октября, стал настоящим праздником. Гидростроители и просто жители Черемушек и Майна пришли посмотреть, как покорится Енисей. Белазы и скальные глыбы заменили собой транспаранты, на которых разными надписями сияло торжество человека над природой. Это было событие всесоюзного масштаба. Увидеть перекрытие реки приехали поэт Роберт Рождественский, писатели Константин Симонов и Борис Полевой, а также герои Советского Союза, летчик-испытатель Георгий Масолов и космонавт Георгий Береговой. Последний, кстати, не удержался от того, чтобы не поучаствовать в общем деле. Он сел на самоцвал и внес свой вклад в укрепление перемычки. Перекрытие Енисея позволило приступить к строительству левобережной части плотины со зданием ГЭС. И уже через три года на станции был введен первый агрегат. А это митинг в Абакане, который состоялся 35 лет назад, и посвящен он запуску первого троллейбуса. Строго говоря, сам транспорт вышел на улицы города только 31 декабря, но отмечать это событие начали заранее. Появление троллейбусов стало своего рода подарком к 50-летию Хакасской автономной области. И для этого народным депутатам области надо было обратиться к вышестоящим коллегам Краевого совета депутатов. Те просьбу удовлетворили, и 8 октября 1980 года в Абакане было создано троллейбусное управление. Первая линия была 11 километров. По ней ходило всего 6 троллейбусов по маршруту от депо до перекрестка улицы Щетинкина и Крылова. Сейчас в управлении 22 единицы транспорта, и это практически незаменимое средство передвижения для пенсионеров, которые пользуются правом бесплатного проезда. 75 лет назад на сцене Хакасского драматического театра состоялась премьера спектакля «Окун» по произведению Михаила Кокова. 20 октября 1940 года зритель увидел драму, которая положила начало хакасской драматургии. Сам автор прожил всего 27 лет, но благодаря своей пьесе он навсегда вписал свое имя в историю хакасской литературы. Драма повествует о нелегкой жизни Хакаса в период гражданской войны и становления советской власти. При этом Михаил Коков смог отразить особенности национальной культуры и первым разработал характер национального героя. Его произведение вобрало в себя лучшие образцы народного творчества ширинских каченцев. Знаменитая песня «Окуна» впоследствии вошла в первую хакасскую оперу «Чанархоз» и до сих пор остается популярной народной хакасской песней. Сам спектакль имел большой успех, актеры объездили с ним немало улусов. Не утихает интерес внешнего мира к отшельнице Агафьи Лыковой. На днях на ее заимке побывала съемочная группа телекомпании «Кассиопея Пикчерс» из Англии, которую решили снять про Агафью целый фильм. Угадать погоду в межсезонье – дело хлопотное, поэтому киношникам ждать летную погоду пришлось двое суток. Еще на подлете к заимке знаменитой отшельницы англичане буквально прилипли к иллюминаторам. От красоты и суровости хакасской тайги буквально захватывает дух. И вот посадка у заимки. Прежде чем осмотреться, иностранцы должны сгрузить аппаратуру и свои вещи. Во главе съемочной группы Ребекка, режиссер-документалист, узнала про Агафью два года назад. Тогда ей появилась цель снять о ней фильм. Когда я впервые прочитала об Агафье, мысль о съемках фильма не покидала меня. И теперь, благодаря друзьям и коллегам, которые помогли найти необходимые средства для съемок, мы здесь. Наш фильм расскажет о самой Агафье, ее семье и ее таежном образе жизни. Заимка Лыковых находится на территории заповедника Хакасский, потому его представители обязательно сопровождают каждого посетителя. Однако задача инспекторов – не только проконтролировать, но и при необходимости помочь гостям. Вот и жилье отшельницы. Сама Агафья, героиня будущего фильма, гостей ждала. – Лена, это Агафья Карповна, это Елена. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Приятно. – Так что вот у вас ребята поживут, Карповна, до субботы. По возможности что-то помогут, там, в общем, гостинство привезли тебе. Документалисты планируют прожить в садшельнице несколько дней, испытать на себе и быт, и таежную жизнь Агафьи, чтобы как можно точнее и правдивее передать увиденное здесь, в далекой Хакасской тайге. – Мы думаем, что фильм будет наполнен яркими, зрелищными кадрами, поэтому лучше всего его, конечно, смотреть на большом экране. Еще я планирую показать его на различных кинофестивалях. – Съемочный процесс начался с первых минут пребывания. Не предаваясь долгим церемониям встречи гостей, Агафья стала управляться по хозяйству. Каждое ее действие, каждая мелочь в ее доме, документалистам поразительно тут буквально все. А главное, им предстоит понять, как в 21 веке пожилая женщина может в одиночку выживать среди тикой природы. На этом наш выпуск завершен. Материалы программы вы можете посмотреть также на сайте вестихакасия.рф. А я желаю вам приятного окончания выходных и позитивного настроя на новую рабочую неделю. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова